Своё расследование в антимонопольном ведомстве начали ещё в сентябре, после весеннего и летнего ажиотажа, когда цены на бензин и сахар внезапно подскочили. Как сейчас выяснили антимонопольщики, реализаторы этих товаров воспользовались ситуацией для своей выгоды. Несмотря на то, что цены у автовиков через время снизились, в розничной сети продолжали держать такие же цены. Выявлены факты установления согласованных цен между двумя субъектами, которые осуществляли розничную реализацию сахара. Эти субъекты в период с февраля до апреля, а также в период с мая до июня месяца с текущего года в сговоре между собой установили розничную цену реализации сахара на одном уровне, несмотря на то, что оптовая цена закупа сахара в эти периоды снижалась. Тем самым эти субъекты ограничили конкуренцию. По результатам расследований в отношении розничных реализаторов сахара возбуждены административные дела. Предполагаемый размер штрафа в связи с этим монопольного дохода на эти субъекты составит около 10 миллионов тенге. Реализаторы сахара шли и на иные ухищрения. Например, на полках в магазинах выставляли одни цены, а на кассе расчет велся уже по другим расценкам. Теперь за факты недостоверной рекламы тоже придется отвечать в суде. Постарались и реализаторы бензина. В деятельности шести субъектов рынка, осуществлявших розничную реализацию бензина марки АИ-92 и АИ-95, установлены факты нарушения этим монопольным законодательством в части установления ими согласованных цен. Согласованные действия совершены с момента снятия государственного регулирования цен на бензин. По результатам расследования в отношении розничных реализаторов ГСМ возбуждены административные дела. Предполагаемый размер штрафа с изъятием монопольного дохода составит более 11 миллионов тенге. Всего речь идет о восьми субъектах. Сами субъекты пока не называются. Их виновность – нарушение антимонопольного законодательства – еще должна быть доказана в суде. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт».